Вместо зала заседания живописные места в центре города. И вопросы на повестке дня на этот раз не касаются местного бюджета. Они скорее относятся к внешнему виду города. Депутаты Слободской городской думы вновь вышли на субботник. Среди поставленных задач – подкормка растений в сквере за фонтаном и в детском парке имени Пушкина. К уходу за посадками присоединились сотрудники Гриновской библиотеки. Единомышленникам помог дождь. В этот раз он был как нельзя кстати. Удобрения с поливом намного действеннее. Сегодняшний субботник в нашем депутатском корпусе является завершающим в этом сезоне. Поэтому сегодня у нас большой план работы. Я надеюсь, что будет еще бабье лето. И мы еще здесь погуляем, чтобы было красиво глазу. И вот когда мы уже сейчас работаем, подошла одна слабожанка и сказала – глаз радует красота. Спасибо за такое место. Поэтому, конечно, вот с такими пожеланиями работается легко, с удовольствием. Фронт работ широкий. Часть депутатского корпуса отправилась очищать от порослей склон возле алых парусов. Занялись и прополкой газонов. У каждого участника субботника найдутся любимые уголки для прогулок и отдыха в родном городе. В основном именно этим местечкам и уделили свое внимание. Очень часто, каждый выходной, я отдыхаю здесь с семьей. Нравится у меня ребенку и мужу. Ваше любимое место отдыха в Соботском? Вот этот вот детский парк появился. И мы сразу же его полюбили всей семьей. Вы уже часто проводите там время? Да, очень часто проводим. Нам нравится. Мест несколько. Ну, конечно, это и детский парк, потому что моя работа находится совсем недалеко. И когда удается несколько минут на обеде в хорошую погоду сюда дойти и просто отдохнуть, это, я считаю, своей удачей. Конечно, Соборная площадь около фонтана, это тоже под шум воды, очень расслабляет и позволяет насладиться нашими красотами. Как минимум эти два места. Городской парк, когда иду с работы домой пешком, тоже обязательно прохожу через городской парк. Это, я так думаю, что дальнейшее место приложения наших городских усилий по облагораживанию тоже красивейшего места. В этом году поработали на свежем воздухе ударно, говорят народные избранники. Начиная с весны, их можно было нередко встретить за уборкой мусора. На экологические десанты приглашают всех желающих. Информацию о субботниках, как правило, можно найти в соцсетях.